И снова привет, наши дорогие и любимые болельщики! Мы рады видеть вас вновь во дворце спорта Янтарной. Стартует очередной чемпионат России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Вот, как свидетельство, только что попал нам с Леной в ногу мячик, а это значит, что работа нашей команды продолжается. Продолжается подготовка к первому матчу. Лена, с кем же мы играем этот первый матч? Да, первый матч нашим соперником будет Заречья Одинцова. Очень молодой, но, несмотря на это, бойкий соперник, которого не стоит недооценивать. Абсолютно верно, и тем более мы уже видели этого соперника именно в Янтарном и в этом сезоне. Да, мы встречались с Заречья Одинцова на предварительном этапе открытого Кубка России. И, да, проблем в игре с этой командой у Локомотива не возникло, но, тем не менее, надо вспомнить о том, что вернется их основная связующая Полина Матвеева, которая была вызвана в сборную на момент проведения Кубка. Сейчас она к команде присоединится, это повлияет и на картинку игры, и, я думаю, что на атмосферу в команде в целом, так как, насколько я помню, это капитан команды, да. И один из лидеров команды, несмотря на молодость. Да, поэтому, я думаю, здесь картинка игры поменяется, плюс очень и очень неплохую диагональную приобрели они в этом сезоне, да, игрока белорусской национальной сборной Анастасии Шипеневу, и она очень неплохо себя показала в играх Кубка России, и поэтому, я думаю, что к Локомотиву есть над чем поработать, на что настраиваться, будем ждать интересной игры. Ну да, легкой прогулки здесь абсолютно точно не получится, потому что мы все прекрасно знаем, насколько серьезно все команды настраиваются на матчи с Локом, а давайте еще не будем забывать, что сейчас в Заречье Одинцовой играет Настя Стальная, которая вместе с Локомотивом выигрывала два чемпионата России. Сейчас она перешла в Заречку, и наверняка в игре со своей бывшей командой очень захочет себя проявить. Да, как правило, это такой феномен своего бывшего клуба, против бывших одноклубников всегда настраиваешься как-то дополнительно, я не знаю почему, но это психология. Я поэтому думаю, что если Настя получит шанс появиться на площадке, она проявит себя с максимальной лучшей стороны. Ну а мы не будем забывать, что в свое время Заречье Одинцова был один из лидеров российского чемпионата. Мало того, он выиграл Кубок Вызова ЕКВ, он был чемпионом России и тренирует эту команду очень опытный специалист. Вадим Анатольевич Панков, который умеет и любит работать с молодыми игроками, который тренировал в сборную России. И если вы помните, именно под его началом сборная России, именно здесь, в Янтарном, в 2019 году выиграла путевку на Олимпийские игры. Да, все верно. Ну и плюс к тому, что, возможно, былых ресурсов у этой команды нет. Все еще они являются основной кузницей молодых талантов для российской суперлиги. И очень много игроков из-под крыла Заречья Одинцова вылетают в клубы лидеры турнирной таблицы, обладатели медалей и различных титулов. Поэтому, действительно, еще раз повторюсь, недооценивать их нельзя. Всегда в обойме у Одинцова очень и очень хорошие молодые игроки. Ну, мы тоже вспомним, что в Заречье Одинцова играла и наша нынешняя связующая Дарья Рысева. И вот мы подошли почти вплотную к площадке. Где-то сейчас тренируются наши девчонки. Вы можете рассмотреть все вблизи. И давайте поговорим про наш любимый локомотив. Лен, команда у нас собралась в полном составе, наконец? Да, наконец-то практически в полном составе. Не хватает нашего иностранного легионера. Но она присоединится к команде уже чуть позже по завершению чемпионата мира женского. Но пока вот это то, на что мы рассчитываем сейчас в этом сезоне. Это те силы, которые будут бороться за очередное золото локомотива. Это Константин Анатольевич ворвался в кадр. Главный тренер. В общем, что могу сказать? Уже сыграли какое-то количество игр. Была и Спартакиада за спиной в этом сезоне. И игры предварительного этапа Кубка России. И могу отметить прям невероятный такой колоссальный рост, как игрока Анастасии Жабровой. Показала она очень и очень хороший результат. По совокупности всех этих игр. Здорово себя показывает как на блоке, так и в атаке. В взаимодействии с связующими. Да, у Дарьи Рысевой были определенные проблемы. Подвернула она ногу в первой игре. Да, Даша, к сожалению, пропустила эти два. Да, поэтому здесь для нее, наверное, надо будет заново включиться в этот процесс. Все еще для нее вот это новое. Это будет ее, наверное, первая игра. Если она получит шанс проявить себя на площадке. Да, все наши новички в полной обойме. Все в боевой готовности. Я думаю, что каждая хочет показать себя с лучшей стороны. Ну, прошедшие игры показали. Есть моменты, над которыми нужно поработать. Но я думаю, было достаточно времени у команды провести работу над ошибками. И в течение всего сезона будет наблюдаться определенная такая эволюция, совершенствование игры. Поскольку команда у нас обновилась практически на 50%. И все это в основном крайние нападающие. Поэтому все-таки, конечно, в отличие от прошлых сезонов, картинка игры несколько изменится. Лен, ну вот у нас два волейболиста были некоторое время в составе сборных. Вера Костючек была сборной Белоруссии. Таня Кадычкина была сборной России. И играли между собой в контрольных матчах. Все-таки такое отсутствие. Тем более, что Тани не было практически две недели. Оно как-то может сказаться? Как ты думаешь? Не думаю, все-таки Таня не на Мальдивы ездила и не загорала кверху пузом. Все-таки она работала и постоянно совершенствовалась. Несмотря на то, что это все-таки работа в другой команде. Но работала она с очень и очень сильным наставником. И здесь, я думаю, никаких проблем быть не должно. Плюс Таня всегда очень легко и быстро адаптируется к смене любой обстановки в любой команде. Поэтому тут, я думаю, вообще никаких недоразумений быть не должно. Что касательно Веры Костючек, она ездила в сборную не на такой длительный период. Ее не было всего неделю, да, чуть больше. Поэтому тут, я думаю, у нее только вообще совсем проблем быть не должно. 24 сентября вас ждет не только интересный волейбол, не только матч Локомотива за речью Одинцова, но и масса развлекательных мероприятий, которые приготовил для вас наш волейбольный клуб. Начнет наш вечер музыкальная группа Tönig Tribute Band, которая выступит здесь с концертом. Что, Лена, еще у нас будет? Конечно же, безусловно, вас будут ждать всеми любимые развлечения от Локомотива. Это фото-зона, детская комната, аквагрим, попкорн. Двери Дворца Спорт-Антарный для вас откроются в 16.30. Начало матча в 18.00. Мы очень вас ждем. Локомотиву всегда нужна ваша поддержка. Приходите, болейте за локом.